здравствуйте дети сегодня на нашем занятии мы будем пользоваться такими приемами как раскатывание теста между ладонями при формировании вишни а также раскатывание в виде большой капельки при создании листочка также мы будем с вами уметь ориентироваться на листе бумаги чтобы правильно создать веточку вишни чтобы оформить это в красивое панно возможно вы можете оформить в рамочку или как вам понравится может быть вы оставите на картонке или какой любой другой другом виде бумаги или ткани где вы будете все выполнять давайте поговорим о вишне ребята у всех у вас наверно в вашем саду вот такие спелые грозди вишни вот такие крупные ягоды какие сорта вишни бывают вишня бывает как ранее так и позднее есть еще морозостойкие сорта вишня очень хорошо размножается есть войлочная вишня и ранняя вишня шоколадница новый сорт это низкорослая вишня саратовская малышка амарель ранние сорта вишни отличаются от поздних знаете чем в них очень много сока и вы наверное видели что стаи птиц садятся на ягодки и их клюют вот они выклевывают вот этот очень такой сладкий сок и ваши родители защищают всегда ваши все растения все ягоды все плоды на участке разными способами вот давайте будем с вами сегодня лепить вишню какой сорт ребятки вы выберите тот сорт и начинайте лепить можно слепить большие ягодки можно маленькие не забывайте обязательно сделать веточку и листочки для того чтобы нам слепить вишню обязательно нужно тесто надо спросить ребята разрешение у родителей чтобы дали вам посуду выделили место оденьте фартуки ребята давайте будем с вами месить тесто для этого понадобится два стакана муки стакан соли стакан воды и вот получается мы замесили такой большой кусочек теста чтобы это тесто у нас не засохло хранить его надо в целлофановом мешочке и в холодильнике вот ребята тесто мы с вами сделали сейчас давайте приготовим рабочее место спросите разрешение у родителей где вы будете заниматься нам обязательно для работы понадобится дощечка или клееночка понадобится обязательно бумага или картон где мы будем выполнять стеки влажные салфетки краски кисточки возможно понадобится нам обязательно скалочка клей вода вот что нам нужно сегодня для занятия тесто мы сделали рабочее место приготовили давайте вспомним технику безопасности вы знаете что влажными салфеточками мы пользуемся в работе когда работаем с соленым тестом и протираем свои пальчики а также понадобности рабочее место знаете что стек передаем тупым концом что соленое тесто кушать нельзя оно приготовлено для работы мы с вами об этом уже говорили ну вот рабочее место приготовили технику безопасности вспомнили давайте ребята будем с вами выполнять такое панно подумайте какие вишенки вы будете создавать или вы сделаете войлочную вишенку когда на одной веточке очень много ягод и мелкие ягодки у войлочной вишни или крупную вишню будете делать морозостойкую для этого вы можете пользоваться или карандашами цветными или фломастерами или красками возьмем простой карандаш и нарисуем веточку вот такая веточка у нас получилась и будем сейчас вами лепить листочки и лепить ягоды вишни берем кусочек теста у нас вишня вот крупная взяли большие кусочки теста раскатываем между ладонями получилась такая ягодка еще раз катали между ладонями вот нужно раскатать столько ягод сколько вам нужно раскатали ягодки прикладывайте сразу где у вас будет все приложено как вы собираетесь сформировать свою веточку вишни теперь будем лепить листочки берем кусочек теста видим если это большой кусочек делим его пополам кладем на ладонь и раскатываем виде капельки вот такая капелька получилось сейчас с помощью прищипывания приплюсами приплюснули и сделали вот такой вот листочек вы листочек ребята можете сформировать подушечками пальчиков такой какой вам надо или ветром его загнуло или он немножечко уплотнился или он съежился или это вообще прямой такой большой листик положили еще также делаем раскатали расплюснули и еще листочек получился смотрим наша работа у нас получилась вот такая чтобы работа не скатывалась мы берем клей и нашу работу приклеиваем приклеили ягодки формируем их чтобы были круглые спелые еще формируем приклеиваем следим за чистотой вот молодцы приклеиваем листочки ребята и когда вы листочки приклейте вы возьмите пожалуйста стек и стека обязательно обязательно как я вас учила сделайте прожилки на листочках чтобы листочки то были посмотрите как живые чтобы все у вас было как настоящее вот они какие листочки аккуратненько берем стек и тихонечко делаем рельефы на нашем листочке и вот когда мы это все вот так сделаем у нас получается очень красиво посмотрите как ребята получилось а сейчас хотя и тесто влажное мы можем взять краску и начинать раскрашивать мы берем красную краску можем смешать ее с бордовой с розовой можем еще какие-то оттенки какие нам больше нравится и такая у нас белая красивая получается вишенка кисточку промываем посмотрите вот какая вишня у нас получилось а сейчас берем промытая кисточка чистая проверяем зеленую краску берем и зеленой краской мы раскрашиваем листочки конечно у нас первого раза потому что тесто влажное возможно получится не такой оттенок как нам хотелось бы но представьте что все тихонечко подсохнет все высохнет вы эти работы положите просушите и сделаете так как надо вам можете еще подкрасить все кисточкой веточки посмотрите какая работа у нас получилось ребята ту работу которую вы выполнили веточка вишни вы ее пожалуйста подумайте как оформите оформите ли вы ее в рамочку или оставите так мне бы очень хотелось чтобы сфотографировали и послали на сайт дворца вы ребята очень аккуратно всегда выполняете не забудьте пожалуйста вымыть руки прибрать рабочее место промыть свои кисточки которые из-под клея и краски чтобы у вас была чистота на вашем рабочем месте и ваши руки были чистые ребята я всегда очень рада какие работы вы выполняете вы молодцы ребята спасибо вам за все до свидания до свидания